Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Александр Касаткин. Смотрите сегодня в выпуске. Компромисс. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев получил в Генпрокуратуре найти возможность отозвать иск против наших коллег Кыргызской службы радио «Свобода Азатык». Не помогло. Астанинские судебные приставы все-таки сносят дом Раушан Уябаевой. Наклеенные на стены здания портреты президента не помогли. Просто пришли люди, чиновники, беспредельщики и сносят мой дом. Никаких постановлений, никаких документов, ничего нам не показывают. Люди-подземелья. В нечеловеческих условиях жители Кыргызской провинции добывают уголь, чтобы заработать несколько долларов в день. Это лучше, чем уезжать в Россию. Хотя уголь угробил все здоровье. Но мы приходим сюда, потому что надо кормить семью. Петра до ночи ходим тут черные, как черти. Ломать не строить. Состояние единственного в Кыргызстане зоопарка оставляет желать лучшего. Сотрудники утверждают, что посетителей вандалов все больше. За каждым не уследишь. Ломает, что попадя. Сколько было сломано высаженных нами саженцев. Люди не ценят наш труд. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев предложил Генеральной прокуратуре отозвать многомиллионные иски к Кыргызстанскому бюро Радио Свобода. Азатык Медиа. Ранее генпрокурор Индира Жолдубаева предъявила исковые заявления по фактам якобы распространения отдельными средствами массовой информации недостоверных и порочащих честь достоинства президента Кыргызстана публикаций. В числе ответчиков значится и Радио Азатык. Медиа сообщества и правозащитные организации расценили иски как давление на свободу слова в Кыргызстане. Теперь же в отделе информационной политики аппарата президента отметили, что сейчас, цитирую, в деятельности Радио Азатык наметилась позитивная тенденция, обеспечившая большую сбалансированность и взвешенность выходящих в эфир материалов. Конец цитаты. Кроме Кыргызской службы Радио Свобода, свои иски генпрокуратура подала против информационного сайта «Заноза», а также некоторых отдельных журналистов и правозащитников. И, как заявляет отдел информационной политики президента Кыргызстана, пока вопрос о подзыве этих исковых требований президент Атамбаев не рассматривает. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейт Раад Аль-Хусейн прибыл в Ташкент. Это первый визит Верховного комиссара ООН в Узбекистан. На встрече Аль-Хусейне с местными правозащитниками присутствовали представители узбекистанских спецслужб. Несмотря на это, собравшиеся попросили Аль-Хусейне содействовать возвращению на родину правозащитников и оппозиционеров, вынужденных бежать из Узбекистана. Визит комиссара по правам человека проходит в дни очередной годовщины трагедии в Андижане. События в Андижане начались 11 мая 2005 года, когда группа приверженцев религиозного течения Акрамея потребовала от местных властей освободить 23 предпринимателя, которых незаконно, по их мнению, арестовали. Позднее эти протестующие захватили военный гарнизон и местную тюрьму. Через два дня группа захватила издание местной администрации. 13 мая в их поддержку на центральную площадь Бабура вышли тысячи человек. Власти ответили жестоко. В город были введены войска, включая подразделения спецназа. По митингующим был открыт огонь без предупреждения. По официальным данным, в тот день на площади было убито 187 человек. Однако эта цифра оспаривается правозащитниками, которые утверждают, что погибших было несколько сотен. В беседе нашим корреспондентом Шахида Якуб, источник в МВД Узбекистана, на условиях анонимности признал, что 13 мая 2005 года в Андижане было убито около 1100 человек. Сразу после расстрела Евросоюз ввел санкции против Узбекистана, которые были сняты через 4 года. Правительство страны до сих пор не допускает проведения независимого международного расследования тех кровавых событий. Портреты президента Казахстана Нурсултана Назарбаева не остановили представителей муниципальной власти Астаны. Дом Раушан Уябаевой предназначался под снос, и женщина попыталась спасти свое жилище как могла. Наклеила на стены здания десятки плакатов с фотографией национального лидера. Однако и это не помогло. Когда судебные исполнители и пожарные прибыли на место, Раушан облила стены соляркой. Попыталась поджечь, но лишь травмировалась сама. Кадры, которые вы видите, на экране сняты соседями женщины. Когда они включили камеру, подошел участковый и пригрозил арестом. Мотивировал служитель закона это тем, что съемка якобы запрещена. Просто пришли люди, чиновники, беспредельщики и сносят мой дом, мою землю, отбирают. Документов нету. Они мне ничего не показывают. Я законная хозяйка. Я прошу их, покажите мне документы, пожалуйста. А что с руками Несипкуля? Я не знаю. Я же говорю, меня не пускают домой. Я даже не знаю, что с моей сестрой. Раушан утверждает, что она намерена, цитируя, сидеть на пустыре на своем участке, пока ее не задавят и не выкинут. Конец цитаты. Идти ей больше некуда. Я напомню, что дом находится в бывшем садовом кооперативе «Майский», земельные участки которого идут под строительство детсада для нефтяной нацкомпании. Жители, пострадавшие от наводнения в пригородах Актабе на западе Казахстана, утверждают, что местные власти вынуждают их соглашаться на материальную помощь в размере 100 тысяч тенге. А это всего 300 долларов США. Пострадавшие говорят о том, что за такие деньги невозможно не то, что восстановить дом, но даже сделать косметический ремонт. Между тем, глава Актюбинской области в кулуарах заседания парламента настойчиво объяснял журналистам, что жителям региона, пострадавшим от наводнения, выделяются земельные участки и по одному миллиону тенге. Это 3 тысячи долларов. На строительство новых домов. По словам высокопоставленного чиновника, деньги выделены уже 64 семьям. А тех, чьи дома не подлежат восстановлению, переселили в квартиры. Тем, чьи дома разрушены, мы выдаем квартиры. Тем, кто хочет частный дом, они стоят в очереди на землю по ДЖС. И даем землю для тех, кто нуждается. Выделяем деньги на строительные материалы по одному миллиону тенге. Но с условием. Мы закупим на выделенные средства строительные материалы. Строить будете сами. Тем, у кого нет возможности построить самим, мы найдем вам строительную компанию или строителей. Работа уже начата. Далее будет продолжаться. На сегодняшний день по миллиону тенге выделено 64 семьям. Копаться в угольных отходах, чтобы выжить. Жители Чоналайского района Кыргызстана вынуждены собирать уголь на отвалах одной из местных шахт. Старики, женщины и дети с тяжелыми мешками на плечах каждый день рискуют жизнью. Спускаться и подниматься на огромные горы из шлаков. По мнению местных жителей, на месте добычи полезных ископаемых не раз происходили несчастные случаи. Жбек Бегалиева побывала там и поговорила с теми, кто каждый день вынуждены рисковать своей жизнью и жизнью своих детей. Работать на угольные отвалы приходят жители многих окрестных сел. Здесь и мужчины, и женщины, и даже дети. Сын в нулевом классе. Мой отец решил, что он будет ходить со мной. Помощи от него мало, но он все время рядом. Ходит, разговаривает со мной, поднимает настроение. Я мать-одиночка. Детям пособия не дают. Я стараюсь собирать хотя бы по четыре мешка угля. Каждый месяц выплачиваю кредит. Четыре тысячи сомов. 40 тысяч сомов я брала на стройматериалы для дома. Вместе с сыном и дочерью вдова живет в железном вагончике недалеко от отвалов. Показывать свое лицо Гульджан не хочет стыдиться. Говорит, люди увидят, скажет, плохая мать. Ее маленький сын здесь каждый день подвергается опасности. Я не спускаюсь вниз. Работаю только наверху. Я боюсь туда спускаться. Вижу, что там происходит. Те, кто работают там внизу, действительно постоянно рискуют. На них с огромной высоты в любой момент могут обрушиться каменные глыбы, которые вываливаются из кузовов грузовиков. Очень опасно. Посмотрите, камни падают с двух сторон. Людей как будто зажали в тисках. Тут можно и умереть, если камень упадет на голову. Бывают случаи, что камень может придавить чью-то ногу. Разное бывает. Если не быть осторожным, очень опасно. Но это еще не все. Еще одна опасность – это дорога, по которой нужно пронести ценный груз. Идти по этой тропинке сложно даже налегке. Пустую породу привозят из близлежащих шахт. Люди копаются в этом шлаке, ищут здесь уголь. Это место называют отвалом. Сюда сбрасывают отбросы. Это камни в перемешку с углем. Люди сортируют их. Так мы хотя бы немного зарабатываем. Это лучше, чем уезжать в Россию. Хотя уголь угробил все здоровье. Но мы приходим сюда, потому что надо кормить семью. Петра до ночи ходим тут, черные как черти. У сену Карабаева всего 52. Но выглядит он, как и многие люди, работающие здесь, намного старше. На здоровье Карабаева повлиял и суровый высокогорный климат в Чонгалае. Именно поэтому кыргызстанское правительство предусмотрело для таких рабочих льготы. Однако некоторые жители ближайших сел не могут ими воспользоваться. Например, мне 54 года. Работы тут нет. Я езжу работать в Таджикистан. Жена на пенсию. У меня 9 детей. Шестерых из них выучил в вузах. Остальные сейчас тут со мной. Таких, как я, много. Мы не можем выйти на пенсию. Хотя я, как житель Высокогоря, должен ее получать. Но из-за того, что у нас нет земельных участков, мы не можем выйти на пенсию. Именно поэтому многие местные сельчане вынуждены продолжать копаться в угольных отходах. Зимой рассказывают рабочие, людей здесь намного больше. В сезон на угольных отвалах можно заработать около 500 сомов в день. Это что-то около 7 долларов. Но как только в Чонгалай приходит лето, люди остаются и без этой работы. Президент США Дональд Трамп настаивает. Никакого сговора между его предвыборным штабом и российскими властями не было. Дональд Трамп заявил об этом НБС в своем первом большом интервью после того, как уволил главу ФБР Джеймса Коми. Белый дом отрицает, что отставка главы спецслужбы связана с расследованием предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США и контактов людей из окружения Трампа с Кремлем. Кроме того, в интервью Трамп назвал Коми хвостуном, который хотел привлечь к себе внимание, но в итоге утратил доверие и президента, и ФБР. Трамп также подчеркнул, что не намерен мешать расследованию о связях его окружения с Россией. В Сенате проводит собственное расследование вмешательства Москвы. Кремль все обвинения отвергает. Ранее Дональд Трамп выложил в Твиттере фотографии с недавних встреч с главами МИД России и Украины, сопроводив запись призывом к миру. За один день у меня были встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Давайте мириться. В ходе встречи с Лавровым Трамп отметил, что ответственность за выполнение Минских соглашений в Украине лежит на России. Несколькими часами позже Трамп провел переговоры с главой МИД Украины. По итогу беседы Павел Климкин сообщил, что попросил США присоединиться к нормандскому формату переговоров по Донбассу. Тем временем агентство Reuters провело собственное расследование, выяснив, что внутреннюю политику так называемых ДНР и ЛНР определяет помощник президента России Владислав Сурков. Именно он решает, кто и какую должность займет в руководстве сепаратистов. Эту информацию агентству подтвердили три бывших лидера боевиков. Reuters цитирует сепаратиста Алексея Александрова, одного из лидеров сепаратистов в Донецке, который впоследствии оттуда уехал. Любой звонок из Москвы расценивался как звонок из канцелярии самого Господа Бога и не обсуждался, принимался к исполнению немедленно. Двое других сепаратистов эту информацию подтвердили, но отказались быть названными. Все трое, передают Reuters, заявили, что Кремль постепенно заставил уйти большинство организаторов движения сепаратистов, угрожая им смертью или лишением свободы. Речь, в частности, идет о Бородая и Стрелкове. Сурков якобы сыграл ключевую роль в назначении Александра Захарченко, лидером так называемой ДНР. Заявления источников Reuters идут вразрез с заявлениями Кремля, отрицающего, что Москва диктует условия в неконтролируемых Киевом районах Донецкой и Луганской областей. Ряд источников нашей программы в Минской переговорной группе от Украины подтверждают, участники встреч от непризнанных республик на самом деле все свои ключевые решения согласовывают с Москвой. Никаких решений, каких-то важных они сами не принимают. Разве что могут заниматься каким-то мелкими вопросами. Что же касается всех вопросов серьезных, стратегических, то, конечно же, они являются просто инструментом в руках Москвы. И это очень видно, невооруженным глазом. Тем более, когда переговоры проводишь на первый раунд. Они приезжают вместе с российской делегацией. Мы видим общую позицию, которая есть у России. Мы видим, как Россия эту позицию расстаивает на международной арене, в контактах с нами. И видим поведенческую линию этих представителей незаконных ЛНР. И большой трудности не составляет вычислить, кто в доме хозяин. Российские власти могут закрыть государственный интернет-поисковик «Спутник». На него уже потратили 20 миллионов долларов. Но теперь в Ростелекоме признали проект неудачным. Об этом рассказали источники газеты «Ведомости». «Спутник» так и не смог заявлять популярности у пользователей. На него приходится менее 1% запросов в российском интернете. По данным издания, поисковик могут переориентировать на другие задачи. Например, на анализ больших данных о пользователях интернета. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято до 1 июня. Участники Евровидения и болельщики в своих странах ждут финала конкурса. В заключительное шоу пробились представители Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии. В числе финалистов также белорусская группа «Нави-бэнд» с песней «История моей жизни» и самый юный участник этого года – 17-летний представитель Болгарии Кристен Костов. Уроженец Москвы и финалист российского конкурса «Голос. Дети» Костов в июне 2014 года посещал Крым. Полуостров в это время уже был аннексирован Россией, но пограничная служба Украины тогда еще не ввела особые правила въезда на территорию захваченного полуострова. Вот что говорится в сообщении службы. Ведомства действуют исключительно в пределах предоставленных полномочий. Данная информация сейчас детально изучается и проверяется совместно со службой безопасности Украины. Пограничники при этом отмечают, на момент возможной поездки в Крым Кристен Костов был несовершеннолетним, то есть самостоятельно не мог принимать решений и ехал в сопровождении взрослых. Напомним, участница от России Юлии Самойловой Киев отказал во въезде в Украину из-за ее выступления в аннексированном Крыму в 2015 году. Певица тогда приезжала на полуостров без согласования с украинскими властями. Москва возмутилась отказом Киева. Первый канал не стал транслировать Евровидение. Подробнее о втором полуфинале конкурса из Киева наш корреспондент Юлия Дрозд. Полет на воздушном шаре, рокеры в масках и предложение руки и сердца. Второй полуфинал Евровидения определил не только список финалистов, но и судьбу некоторых участников. Зрители и фанаты заняли места еще за несколько часов и об этом не пожалели. Песни победительницы прошлых годов прозвучали в украинской интерпретации с гопаком и национальными музыкальными инструментами. Из всех полуфиналистов зрителям больше всего понравились болгарин Кристиан Костов и трио сестер из Нидерландов, тирольские мотивы румынов и электронный поп-рок норвежцев, зажигательный израильтянин и проникновенные признания датчанки. Представитель Австрии спел на Луне, а Хорват – с самим собой. Мне особенно нравятся Венгрия и Беларусь, потому что они исполняют песни на национальных языках. А это не такой частый случай на Евровидении. Белорусы впервые за долгие годы участия в конкурсе пели на родном белорусском. Свой язык они и поблагодарили за путевку в финал. Венгрид цыганского происхождения Йоси Папайи также покорил зрителей самобытной мелодией и танцами. Но накануне вечером не только определились участники главного шоу, но и переменилась чья-то личная жизнь. Участница из Македонии Яна Бурческо рассказала о будущем материнстве и получила предложение выйти замуж. Не сдерживали эмоции и победители во время пресс-конференции. Моя песня говорит «Есть мечта, сделай ее реальностью». И я горд, что пою ее здесь, в Украине. Знаете, Хорватия 20 лет назад пережила страшную войну. Мне тогда было 10. Я помню те эмоции и скажу, что Украина совсем прекрасно справилась. Финал Евровидения состоится завтра. На сцену выйдут участники из 26 стран, включая принимающую страну Украину и страны-основательницы конкурса. Италию, Испанию, Францию, Великобританию и Германию. Они попадают в финал автоматически. Юлия Дроздас, Кульсерко, Настоящее время. Украинское радио в контейнере может стать лучшим интернет-проектом мира. Киевская радиостанция 20FIT попала в топ-5 номинантов премии Webby Awards. Эту награду еще называют интернет-оскаром. Что играют на волнах 20FIT и чем эта радиостанция отличается от других? На экскурсию сходила Ульяна Дрючкова. Мы находимся на локации 20FIT Radio в нашем железном контейнере. С нами наш Т-Рекс. Это наша разваленная аппаратура. Как всегда, любимые пластинки. Эта радиостанция вещает с территории ткацкой фабрики на Киевском Подоле. Никакой охраны, никакого офиса. Музыка идет в эфир вот из этого 6-метрового железного грузового контейнера. Офисы это скучно, неинтересно. А контейнер классная, интересная форма, с которой давно хотелось бы поработать. Сам контейнер приплыл из порта в Сан-Франциско. Это только снаружи контейнер выглядит как оригинал. В середине же его утеплили, сделали ремонт, обставили мебелью. Первая зима, утверждают учредители, прошла в тепле и уюте. Всего создателей экспериментального радио в контейнере шестеро. Они вместе финансируют радиостанцию и вместе решают, какую музыку пускать в эфир. Это музыка для любителей музыки и для тех, кто хорошо разбирается в музыке. На данный момент у нас уже куча предложений. Изначально мы искали ребят, которые бы в музыкальном плане соответствовали тому, что мы хотим донести. Основатели радио в контейнере решили сами не рекламироваться и в свой эфир рекламу не пускать. Исключение делают только для социальных проектов. Сегодня на волнах радио 20фит практически одна только музыка. Но это утверждают основатели ненадолго. Больше будет, я думаю, ток-шоу, разники, возможно, даже будут какие-то радиотеатральные представления. Будем экспериментировать именно с лайв-перформансами разного рода музыкантами. У Леона Дрючкова, Николай Квас, Настоящее время, Киев. Международная организация «Всемирная продовольственная программа» совместно с таджишскими госучреждениями начала разработку стратегии школьного питания. Основная цель стратегии – обеспечить учащихся с 1 по 4 класс всех школ страны бесплатной горячей и здоровой пищей. Уже сегодня, благодаря проекту, в 2000 школ страны дети в возрасте с 7 до 11 лет получают горячую пищу каждый день. Это порядка 370 тысяч человек. За последние 5 лет в рамках программы были отремонтированы столовые в этих школах, закуплено оборудование, плиты, холодильники. Но программа помощи пока не затронула порядка 2000 школ в Таджикистане. Именно на них, в первую очередь, будет рассчитана стратегия, которую сейчас разрабатывают. Кроме того, согласно расширенной программе, горячей и бесплатной пищей хотят обеспечить еще и учащихся старших классов и студентов. Чтобы привлечь к проекту внимание потенциальных спонсоров, в первой школе района Рудаки был организован праздник для детей. На него пригласили послов стран, имеющих дип-представительство в Таджикистане и представителей международных организаций. Сегодня день школьного питания, и мы рады организовать это мероприятие в школе номер один района Рудаки. Эта школа будет частью нашей продовольственной школьной программы в следующем учебном году. Мы рады, что организовали это мероприятие с Федерацией атлетики, чтобы подчеркнуть важность пищи и спорта. Мы должны инвестировать в детей, в их образование и здоровье. 9 мая утром из Каракольского зоопарка сбежал волк. Его застрелили спустя час, но после происшествия возникли вопросы о том, в каком состоянии находится единственный в Кыргызстане зоопарк. 9 мая было много посетителей. Мы и не заметили, как один из них порезал аж в двух местах сетку вольера, где содержатся волки. В вольере было 9 хищников. Молодому волку, видимо, стало любопытно, и он просунул морду в дыру. Залаяли собаки. Похоже, испугавшись, волк выскочил из вольера вместо того, чтобы наоборот влезть к своим. Специалисты зоопарка винят в произошедшем посетителей и негодуют, что люди, для которых этот зоопарк работает, сами его разрушают. За каждым не уследишь. Ломает, что попадя. Сколько было сломано высаженных нами саженцев. Люди не ценят наш труд. При этом сами посетители Каракольского зоопарка считают, что условия в зоопарке за последнее время улучшились. Состояние зоопарка улучшилось. Недавно привезли льва. Видимо, из-за этого условия улучшились. Раньше они были плохими. Мы пришли с детьми и внуками отдохнуть. Условия здесь очень хорошие. Вы сами видите. Моим детям от 3 до 20 лет. Всем им здесь очень интересно. Зоопарк в Караколе открыли в 1987 году. После развала СССР он финансировался из городского бюджета. А в 2002 году им занялась немецкая национальная ассоциация ученых-биологов. Но в 2013 по неизвестным причинам контракт был разорван. С тех пор зоопарк финансируется предприятием Кумтор. Сейчас в зоопарке 160 животных, 35 видов. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите на социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в режиме прямого эфира на канале Настоящее время в YouTube. Мы благодарим вас за внимание и желаем вам приятных выходных. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!